С нами кончается, только что вышел в кино, и обычно это не тот тип фильма, который я бы выбрал, но трейлер пару месяцев назад меня заинтересовал. Я видел Блейк Лайвли в «Века долин», а так как этот фильм о любви и основан на бестселлере, решил, что стоит посмотреть. С вдохновляющим финалом после истории, полной горя, решимости и завершения цикла насилия. Давайте обсудим, что на самом деле означает концовка и стоит ли смотреть фильм. Итак, приступим. Вот объяснение концовки и обзор с нами кончается. Предупреждаю, в видео будут спойлеры. Объяснение концовки. Финал этого фильма действительно воплощает название истории. Лили была той, кто видел, как отец издевался над ее матерью на протяжении всю свою жизнь, и она поклялась себе, что никогда не станет такой, как ее мать, не желая оказаться с кем-то, кто так с ней поступит. Однако, влюбившись в Райла, она постепенно поняла, что он не тот, за кого она его принимала. Скорее, он отражал то, что она впервые увидела, когда он пинал стул насилия. Со стороны казалось, что он почти бомбардировал ее любовью, проявляя навязчивость и напор с самого начала, хотя она поначалу воспринимала это как флирт и веселье. Но со временем, когда он начал бить ее, толкать с лестницы и принуждать к близости против ее воли, стало ясно, что он не тот человек, в которого она изначально влюбилась. Он был насильником, как и ее отец. Мы видели ее чувство к отцу, когда он умер вначале. Она не пришла к нему перед смертью. На похоронах не смогла назвать ни одной причины любить его. Она видела, как мать годами страдала от отца. Когда узнала, что беременна девочкой, не хотела повторения цикла насилия для дочери Эми, названной в честь брата Райла, которого он случайно убил в молодости, чтобы она не испытала то же, что и она сама, ее мать и мать Атласа. Поэтому, когда родилась Эми и Райл был рядом, она выбрала момент сказать ему о разводе. Теперь, став отцом дочери, он мог понять серьезность своих действий и чувства Лили. Фраза Лили, «Это заканчивается с нами» была очень мощной, ведь она отражала ее осознанное решение уйти от человека, которого, как ей казалось, она любила. Ее мать говорила, что никогда не могла уйти от отца Лили, потому что это было слишком сложно, но Лили знала, что нужно делать, ведь она хотела лучшей жизни для своей дочери, чтобы та не видела и не испытала того, через что прошла сама Лили. Никогда. После расставания с Райлом Лили сблизилась с матерью, а с годами мы видели, как растет и радуется жизни Эми. Когда Лили наконец посетила могилу отца, она обрела некоторое облегчение и оставила салфетку, на которой хотела написать пять причин любви к отцу. Мы видели, что салфетка осталась пустой, но я думаю, что этот жест символизировал ее прощание с отцом, болью и страданиями, которые он причинил ей, а также Атласу, когда чуть не убил его. Он научил ее всему, чего она не хотела в любимом человеке. В итоге, оставшись одна, она поняла, что так даже лучше. В самом конце мы увидели, как Лили подошла к Атласу на рынке. Это была их первая встреча за долгие годы. До этого мы видели, как он помог ей в ту ночь, когда Райл принудил ее к близости, и последнее, что он ей сказал, «Если ты когда-нибудь будешь готова снова полюбить, пусть это буду я». Эта фраза была очень милой и показала его заботливую натуру. Их последняя встреча показала, что они наконец готовы быть вместе. У обоих не было партнеров, и когда они смотрели друг другу в глаза, готовясь поцеловаться, экран погас. Фильм закончился, показав, что она наконец-то с человеком, которого по-настоящему любила. С тем, кто заставлял ее чувствовать себя счастливой и защищенной много лет назад, и помог ей пройти через тяжелый период жизни, когда она была с жестоким партнером, а также когда она видела, как страдает ее мать. Кстати, есть продолжение романа под названием «Все начинается с нас», посвященное отношениям Лили и Атласа. Думаю, они наверняка снимут еще один фильм, продолжающий эту историю. В нашем обзоре я считаю, что эта экранизация получилась довольно удачной. В ней четко прослеживается трехчастная структура. Знакомство Лили и Райла, появление Атласа и начало насилия, и, наконец, обретение Лили силы и свободы к концу, что привело к счастливому финалу. В сценах зарождения любви, как встреча Лили с Райлом или возвращение Атласа, я невольно улыбался. Они так ярко передали формирование любви, что это буквально ощущалось через экран. Ход времени, показанный через беременность Алисы, а затем Лили, хорошо отразил прогресс событий. Прогрессирует. Это казалось естественным и позволяло фильму течь свободно, без титров. Одна критика фильма, он немного затянут. Длится 2 часа 10 минут, но мог бы быть 1 час 40, став более легким для восприятия. В середине есть моменты, которые можно было бы сократить, чтобы избежать затянутости. Что касается игры, весь актерский состав справился отлично. Джастин Балдони в роли Райла показал две разные стороны персонажа. Одна – любящий муж, другая – проблемный, одержимый и ужасный человек. У него было почти две роли, и обе были одинаково убедительны. Блейк Лайвли тоже сыграла феноменально, вызывая сильные эмоции. Флэшбеки, показывающие прошлое Лили и Атласа, их юность, зарождение любви и значимость дуба с корнями – все это важные элементы, которые я рад видеть. Без этого мы бы не поняли их характеры и сильную связь между ними. Оба пережили травму из-за страданий матерей от рук мужчин. Когда Атлас заступился за Лили в ресторане, это ярко показало его ценности и глубокую заботу о ней. Недооцененный аспект фильма – выбор песен, сопровождающих многие сцены. Подборка песен идеальна и позволяет погрузиться в происходящее, не только подходя к моменту, но и вызывая нужные эмоции у зрителей. Будь то песни Тейлор Свифт или Берди. Что касается концовки, я понимаю, почему Лили снова встретила Атласа, но мне кажется, было бы поэтичнее, если бы все закончилось сцены в больнице после ее просьбы о разводе, где она говорит дочери, что все закончилось ими. Плюс Атлас сказал ей, что если она когда-нибудь будет готова снова полюбить, он хочет быть этим человеком. Это показало, что он не давил на нее, как Райл в начале, желая быть с ней, и оставила бы простор для интерпретации, заставляя нас гадать, воссоединятся ли они когда-нибудь. Но это не главная проблема, просто небольшое предпочтение и альтернативный вариант, который мне бы понравился. В целом, этот фильм определенно стоит посмотреть. Он захватывает и затрагивает темы, редкие для романтических комедий и драм. В его основе лежит эмоциональная, сильная история, местами тяжелая для просмотра. Но я думаю, что для передачи мощного. Чтобы передать суть послания и вдохновляющий вывод, все это нужно показать. Посмотрите этот фильм, но парням стоит быть готовыми оказаться в меньшинстве в зале. Я это понял, когда сел на свое место в одиночестве. Кажется, я был единственным парнем там. Вот и все. На этом заканчивается наше объяснение, и обзор фильма «Он заканчивается нами». Если хотите увидеть разборы других фильмов 2024 года, нажмите на карточку вверху.